Кремль, стадион и Большой театр. У иностранных лидеров в России весь последний месяц очень богатая программа о том, как футбол сближает. Наш корреспондент Маргарита Горылова. Кремль, стадион и Большой театр. Я пописала группу «Обнешься». Я говорю, мне простился сон, что мы выиграем из пасов. Он говорит, ну это всего лишь сон. А мы их выиграли. Где, как не в Большом театре, играть финальный аккорд грандиозного праздника, имя которому футбол. Игра, которая не знает границ, не знает деления на статусы, профессии и должности. Именно в этих стенах ровно месяц назад балерины Большого наблюдали прямо в антракте за игрой футболистов и сегодня делают им ответный пас в виде своего фуэте. Спасибо за головокружительные дни. Хозяйка чемпионата Россия старалась быть гостеприимной. И, по словам Владимира Путина, это у нее получилось. Знаем, что зарубежные гости, болельщики, не раз говорили, что хотели бы вернуться к нам вновь. Привезти свои семьи, своих друзей. И мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим. Обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной. Тем более, что потенциал у этого знакомства не исчерпаем. Путешествие иностранцев в Россию удалось. И вот даже Джанни Инфантино готов выучить русский язык и вернуться. Этот чемпионат мира не просто стал величайшим шоу на планете, но и лучшим чемпионатом мира в истории. За это я хотел бы сказать искреннее спасибо. Россия! 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 Трибуны скандировали так целый месяц. Вместе с ними главы государств. Король и королева Бельгии своих красных дьяволов поддерживали красным цветом нарядов. Его величество Филипп после поздравил команду. Сам он далек от футбола, увлекается авиастроением, но такого пропустить не мог. Из Японии прилетала принцесса. Первая из своей императорской семьи, кто посетил Россию. До нее 102 года. Монарших визитов с Востока не было. В музее изобразительных искусств Хисака Токамада долго вглядывалась в картины. Ей, искусствоведу по профессии, такая экскурсия по душе. Впервые гостья побывала в православной церкви. Я посетила разные мероприятия. Уровень культуры в Саранске на очень высоком уровне. Еще я узнала, что больше ста национальностей живут здесь. И я рада, что смогла посетить Мордовию. Вообще на этом чемпионате гости высокопоставленные за охраной не прятались. Вот у президента Хорватии прогулка по Сочи. Первая леди сама и знакомилась первая и разговор заводила. В Россию президент Хорватии прилетела обычным рейсом в эконом-классе. А один матч своей сборной смотрела из фанатского сектора. Просто пришла и купила билеты на самые обычные места. Когда я поддерживаю свою команду, я так кричу, что это немного неприлично для человека в вип-зоне. На этот раз мне придется занять свое место в вип-зоне и вести себя немного не так, как я привыкла. А еще я хочу отметить то, как здорово вы все здесь организовали. Все эти фан-айди и уровень безопасности, который был обеспечен. Я еще нигде такого не встречала. И я думаю, с вас надо брать пример многим. Теплый прием устроили каждому. Глава Швейцарии Ален Берсе в долгу не остался. В одном из ростовских кафе сел за пианино и сыграл вместе с Игорем Бутманом блюз. Музыкант сейчас в США на гастролях. Тот вечер в Ростове помнят в деталях. Ему позвонили швейцарского посольства и пригласили на ужин с президентом. Выпили немножко местного ростовского, краснодарского или нашего вина замечательного. Съели очень вкусную еду. И потом поехали уже в другой клуб, в котором мы и посидели, поиграли. Даже покурили сигары. И затем мы сыграли его блюз, он сам написал. А потом мы спели, по-моему, Катюшу. Но это уже было под занавес. Двери Кремля этот месяц не закрывались. У Владимира Путина один прием за другим. Принц Саудовской Аравии, президенты Южной Кореи, Кыргызстана, Азербайджана, премьер-министр Армении. Впервые глава Панамы перелетел океан. Поздравляю с безукоризненной организацией мероприятия. С туристической точки зрения и с точки зрения безопасности. Помимо футбола, с каждым разговор о делах. Лидеры африканских стран готовы сотрудничать с Россией. Судан в энергетике и Габон в вопросах безопасности. Непринужденный разговор получился с президентом Португалии. Конечно, у нас есть Криштиану Рональду, но российская сборная показывает отличный результат. После победы на Саудовской Аравии Владимира Путина поздравляли все. В большой политике футбол не чужд. Игра объединяет. Все баталии на поле, в кабинетах, переговорах, контрактах, инвестициях. В этом Россия уж точно выиграла. Маргарита Грылова, Александр Зильбер, Андрей Аникеев. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова